Добрый день, уважаемые коллеги. Получив на прошлом CNews форуме премию, что для нас было приятной неожиданностью, к текущему форуму поняли, что хорошо бы немножко рассказать о компании, о том, чем мы занимаемся, рассказать о продукте кратко и сформулировать общие тренды, общие векторы, куда, как нам кажется, развиваются системы, аналогичные нашей, поскольку, безусловно, мы не единственный производитель софтверных решений такого рода на рынке. Компания была основана в 1991 году российским разработчиком Владимиром Бутенко. Первый офис продаж появился в Европе. Что странно. Затем офис продаж появился в Силиконовой долине, что не странно, безусловно. В настоящий момент офисы продаж компаний в России, США, Японии. Центр разработки, центр компетенции, центр технического сопровождения решений проданных находился и находится в Москве, что немаловажно в свете последних законодательных инициатив. Клиентами компании являются компании и корпорации. Достаточно много операторов связи и сервисов. По нашим оценкам всего со старта продаж последней версии продукта сделано где-то от 15 до 20 тысяч по разным оценкам инсталляции и всего на решениях компании сейчас проинсталлировано и работает порядка 100 с лишним миллионов учетных записей конечных пользователей. Итак, основной продукт компании сейчас это софтверная платформа объединенных коммуникаций, платформа CommuniGate Pro. Платформа CommuniGate Pro предоставляет доступ ко всем основным сетевым сервисам, необходимым для корпоративной работы. Это как-то вечно живая электронная почта, средства совместной работы, средства работы с календарями, службы доставки мгновенных сообщений, IP, PBX станция, соответственно работающая на базе СИП протокола, а также всякие другие функции. Что представляет из себя решение с технологической точки зрения? С технологической точки зрения продукт представляет из себя монолитный программный код собственной разработки, доступен дистрибутив для всех современных операционных систем, коих достаточно. Понятно, что наиболее востребованы дистрибутивы для Linux систем и Unix подобных, но тем не менее есть сборки для достаточно редкоземельных операционных систем. Платформа реализует все стандартные, описанные в интернете, сетевые протоколы, страшные названия которых, я думаю, многие из вас знают. Программный продукт реализует также хорошо документированный, открытый API и средства разработки, которые позволяют кастомизировать решение. Попытавшись агрегировать наш опыт, наше видение, а также посмотрев на то, куда двигаются конкуренты, коллеги по цеху, мы сформулировали некоторый набор наиболее важных в платформах объединенных коммуникаций опций, которые, на наш взгляд, являются основными. Прежде всего, это, безусловно, повторюсь, поддержка широкого спектра документированных открытых сетевых протоколов. Вторая немаловажная особенность наличия уже в коробке, в дистрибутиве решения, как готовых клиентских приложений, нативных приложений для операционных систем и мобильных устройств, так и веб-интерфейсов пользователя, которые наиболее удобны для кастомизации, для брендирования клиентам и так далее. Безусловно, важно в платформах объединенных коммуникаций средства обеспечения масштабируемости, средства обеспечения отказоустойчивости и средства поддержки геораспределенных систем. Большинство облачных софтверных решений объединенных коммуникаций предполагают как работу в стенд-он варианте, так и работу в качестве облачных решений. Также чрезвычайно важным представляется наличие вокруг платформы объединенных коммуникаций хорошей экосистемы, которая предполагает готовые модули, готовые к хорошей бесшовной интеграции решения сторонних производителей для фильтрации спама, для защиты от вирусов, для организации телефонии нужны биллинговые системы, биллинговые модули. Последнее время пользуются спросом и вызывают повышенный интерес системы распознавания речи и, соответственно, системы биоверификации, которые также должны хорошо стыковаться с платформой объединенных коммуникаций. С технологической точки зрения большинство производителей платформы объединенных коммуникаций придерживаются нашего подхода, который состоит в том, то есть мы едины с ними в этом, в использовании собственного программного кода, в использовании собственных разработок, в минимизации, а лучше в отказе от заимствования, от какого-то перелинковки open-source решений. Также, безусловно, большинство разработчиков технологически заранее закладывают в системы достаточно широкие, хорошо документированные API и среду разработки или среду, позволяющую кастомизировать приложение. Какие кейсы использования мы видим платформы объединенных коммуникаций? Даже не кейсы, скорее три группы кейсов мы выделили. Первый и наиболее понятный кейс – это использование платформы объединенных коммуникаций в качестве замены традиционно разрозненных IT-систем компаний, как то отдельно стоящий сервер электронной почты, отдельно стоящий сервер IP-телефонии, сервис для работы шаринга файлов и, соответственно, электронного хранилища, контакт-центр и так далее. Это первое и наиболее естественное и по большому счету наиболее часто распространенное использование платформы объединенных коммуникаций, как в обычном режиме, так и в режиме стендалон-системы. Второй близкий, но чуть-чуть обособленный, обособленная группа кейсов – это использование платформы объединенных коммуникаций в качестве платформ, выдерживающих большую нагрузку и заточенных под определенный функционал. Часто он уже, чем весь доступный функционал платформы. Примером этого могут быть использования в качестве платформы электронной почты телеком-провайдера. Это могут быть обычные решения для создания виртуальных АТС, достаточно часто используются. Обычные решения для создания код-центров для SMB рынка, обычных код-центров. И третья группа кейсов использования платформы объединенных коммуникаций – это использование в качестве коммуникационной шины, своего рода такого коммуникационного бэкэнда, который находится сзади основной IT-системы и выполняет либо основную коммуникационную роль, либо вспомогательную коммуникационную роль. В качестве примеров мы видим использование платформы объединенных коммуникаций в качестве такого коммуникационного бэкэнда CRM-систем. У нас есть кейсы использования нашего продукта в качестве системы, в качестве коммуникационной системы, работающей в составе системы бронирования электронных билетов. Также возможно, например, использование платформы объединенных коммуникаций в качестве дополнительной коммуникационной системы в системах дистанционного банковского обслуживания, где она может использоваться, допустим, для связи клиентов банка, которые пользуются системой ДБО с сотрудниками банка, онлайн связью непосредственно из системы ДБО. Наверное, это все, что я хотел бы сказать. Большое спасибо.